Здравствуйте, дорогие друзья! Вместе с вами библиотека Рымагинской сельской библиотеки Вишнева Любовь. Ежегодно в Казахстане отмечается День языков народов Казахстана. Этот день стал общим праздником для всех казахстанцев. В Казахстане проживает более 130 наций и народностей. И для всех нас эта земля стала родиной. Мы все говорим на разных языках. Но живем дружно одной сплоченной семьей и называемся казахстанцем. Казахстан – богатая земля, щедрады, озера них и бамины. Но именно богата та земля, что славится своими сыновьями. Пусть говорим на разных языках, на разных языках поемные песни, но славим ими в тебя наш Казахстан, объединивший все народы на месте. На законодательном уровне в Казахстане за каждым гражданином в таких пленах возможность изучать и развивать свой родной язык. Ведь у каждого языка есть своя судьба, неразрывно связанная с другими языками нашей страны. И нет во всем мире языка, который не заслуживал бы уважения. И в этом сила Казахстана. Через языки люди находят друг друга и учатся понимать традиции и обряды народа. Изучая языки, историю культуры каждого народа, мы учимся понимать и уважать друг друга. В нашей стране первым президентом, но Султаном Назарбаевым, была поставлена задача говорить на трех языках. Казахстан, русском и английском. Но при этом не забывать своего родного языка. И это прекрасно. Без знания языков – это наше богатство. Казахстан, русский язык. Казахстан, русский язык. Всю жизнь мы его учим. Ведь он красивый. Ведь он пеучий. Он самый-самый лучший. Он очень сложный, это да. И путь учения труден. Но обещаю, что всегда беречь мы его будем. У каждого народа есть свой язык, культура, свои писатели и поэты. И вашему вниманию мы предлагаем послушать стихотворение великого поэта, выслителя Абая Кунанбаева на казахском и русском языках, которому в этом году мы отмечаем 175-летие со дня рождения. Абай Кунанбайлы, ғылым таппай мақтанба. Қылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, қымар ланып шаттанба, ойна босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеніз, тілеуін өмірін алдында оған қайғы жесеніз. Усек бөтірік мақтан шам, еріншек бекер малыш ашпа, бес дұшбаным білсеніз, талап ембек тереной, қанаға трақым ойлап кой, бес асылыз көнсеніз. Как бабачық много надлугам, веселый и радужный рой, но ближи к метелям и в югам, не встретиш их здесь ни одной. Так люди снуют, суетятся, надеются, любят, хрустят. Всем сердцем, чему-то стремятся, и мыслей словом, кастян. Байқынан байлы, күз. Сөр бұл, күсі сол қаптайды аспан, күз болып дұңқы тұман жерді басқан, білмеймі тойғаныма, тонғаныма, жолқуына бие қашқан, тай жарысқан. Расылшы пөйсесе жұп бұрын құдай, растар көмес жүбірмес, бала шылай, қайыршы шал кембірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш көрай. Біреу мағыма сәпсеті салып ең, салбыраң қы тартыпты жұртық кейім, еңесінің ерті жұба жібін, жасқатында жұртыған жамайды ең. Абайқынан байлы, күз. Ак еңді денелі аса қалды, соқырын ұқатаны мастыры жанды, үсті басты, ақырау түсі сұлық басқан жері сұқыла келіп қалды, демалысы үскірік, аяз бен қар, қары кұдан күст келіп әлел салды, ұшпадай бүркін біген ұқшыр айтып, аяз бен қызарып ажаруанды, бұлтай қасы жауып екі көзін, басын сөксе қар жауып мазанды алды, бұранды бүркшар келіп, долданғанда алтықанда тақорда ежай қалды. На этом наше мероприятие подошло к концу. Мы поздравляем всех вас с Днем Языков Народа Казахстана. Изучайте языки. Знание родного языка и иностранных языков сближает народы нашей независимой Республики Казахстан. Мы пронести должны через века все то, что нашей гордости основан. Так сбережем богатство языка и чистоту божественного слова. И будем мы язык родной хранить по нову сердца, а не по приказу. Поэтому можешь, чтобы не мой друг не быть, а вот родной язык видеть, а язды.